друзья всем привет с вами фэшн вектор дизайна я чайковская катерина мы начинаем новый челлендж будем рисовать эскизы от руки сегодня будет первый рисунок мы нарисуем базовую фигуру я вам расскажу как это будет ваш универсальный шаблон также можно будет использовать наши но я хочу чтобы вы умели рисовать шаблоны по материалам вам понадобится альбом либо пища бумага я рекомендую альбомы с пружинками потому что когда у вас альбом без пружинки вы начинаете его листать то ли ты либо отваливаются а либо происходит то что они закрываются это не очень удобно я сама часто рисую наброски и такого рода эскизы для того чтобы потом свои идеи сохранять и использовать еще по материалам я рекомендую приобрести хороший карандаш мягкостью 2b либо же мягкостью 3b а в зависимости от того какая фирма это может быть либо derwent либо вот это наши карандаши они более мягкие ими приятнее рисовать чтобы вы могли делать и более такие растушевочные hb не рекомендую они очень часто плохо стираются и процарапывают саму бумагу сегодня нам еще понадобится линейка на 30 сантиметров пластик посмотрите чтобы ластик был свежий потому что не свежие ластики плохо стирают и происходит то что они размазывают да то есть ластик должен быть у нас свеженький обязательно и точилка у меня вот такая механическая точилка я ее часто использую очень люблю но подойдет и обычная механическая точилка здесь очень просто вывод сюда вставляете и она сама вам оттачивает карандаш при том очень приятно правильно и делают пропорцию то есть просто вот такое оттачивание соответственно карандашики перед работой мы потащим поточим и обязательно рядом с тобой оставим точилку на случай если карандаш вдруг сломается затупится и что-то с ним произойдет и так берем наш лист купить можно самые обычные альбомы здесь не нужно ничего сверх естественно нам не нужна никакая никакая фактурная или текстурная бумага потому что мы сейчас будем рисовать просто простым карандашом а для этого у нас не требуется ничего сверх естественного приблизительно мы с вами намечаем центр можете конечно разметить жестко но это не обязательно нам нужен нужна вертикаль 21 сантиметр соответственно смотрите 1 и 2 шаг номер один мы отмеряем по центру листа линию в 21 сантиметр теперь эту линию делим на соответственно 9 отрезков 9 отрезков у нас будет с вами по 2 и 3 сантиметра 2 и 3 1 2 и 3 2 2 и 3 3 4 5 6 7 8 теперь проводим горизонтальные линии от каждого отрезка проводить их очень легко они не должны жестко у нас с вами стоять то есть они просто должны быть но не должны быть слишком яркие здесь можно конечно взять линейку которая с разметкой но если вот эту палочку будете совмещать все будет хорошо вот например на десяточке вот так шаг номер три нам нужно с вами пронумеровать то есть это у нас один это два это три это четыре это пять шесть семь восемь девять соответственно мы с вами рисуем у нас с вами 9 голов в росте то что считается стандартной модельной основой но может быть даже девять с половиной при желании теперь на номере один мы рисуем голову семечку что такая семечка представьте себе как выглядит семечко подсолнуха и значит сверху такая форма а вниз пойдет именно заострение получается семечко у каждого дизайнера есть своя особенность насколько узко он рисует голову я вам советую поэкспериментировать потом да но смысл в том что вы можете рисовать прям вообще такую вот узкую узкую можете ее рисовать немножко потолще сначала намечаете а потом более жестко прорисовываете теперь мы опускаемся с вами на одну четверть вот этого расстояния но приблизительно вот так можете по линейке отмерить можно приблизительно это будет шея вот так вот это у нас с вами получается шея соответственно вот таким образом подрисовываем шею теперь на середине номера 2 разметьте линейкой либо если вы видите от руки развить и от руки у нас с вами будут плечи размах плеч 2 сантиметра соответственно два в одну сторону 2 в другую по 2 сантиметра теперь плавно соединяем то есть видите у нас разница между вот этой точкой вот здесь у нас будет и ровная ямка туда будет немножко вот так наверх уходить так следующий шаг мы рисуем с вами талию талия у нас равна голове будет она у нас располагаться на номере 4 а голова у нас с вами 2 и 3 сантиметра соответственно она у нас должна быть 2 и 3 сантиметра 2 и 3 и вот так пополам то есть талия достаточно такая узкая получается и очень мягенько можете по линейке можете от руки в зависимости от того насколько вы себя твердо чувствуете вот так нарисовать у нас с вами начинает прорисовываться то что называется кор или основа теперь бедра бедра у нас с вами будут равны плечам и рисуются по линии 5 помните плечики у нас были два соответственно вот здесь мы четверочку с вами и проставляем и опять соединяем бедрышки лучше нарисовать полукруглые то есть я бы не рекомендовала соединять по прямой и вот здесь сделать мягкий переход вот так и вот здесь тоже у нас получились с вами такие хорошие классические песочные часики которые вот очень приятная фигурка кривую можете использовать лекала для того чтобы нарисовать кривую вот следующий шаг мы будем с вами рисовать линию промежности она у нас от линии 5 на одну четверть опускается вот сюда вот это у нас с вами линия промежности либо линия шагового шла от нее будут соединяться ножки мы ее с вами наметили теперь мы будем рисовать с вами коленки коленки это номер 7 вот здесь намечаем приблизительно на расстояние 06 вот так и вот здесь нужно нарисовать кружочек диаметром 08 то есть 06 отступили и еще 08 вот вот здесь центр 06 отступили и вот здесь у нас с вами 08 точку поставили рисуем кружочки это коленки вот нарисовали мы с вами кружочки на девяточки то что у нас с вами девяточка мы отступаем с вами 06 и еще 06 тоже 06 еще 06 и вот здесь рисуем 06 еще один кружочек я думаю что вы смогли догадаться что это у нас будет зона щиколотки вот и можно немножечко удлинить нашу фигуру то чтобы называется добавить половинку то есть еще сантиметр считайте что это будет каблук вот так вот мы немножко удлиняем здесь будет у нас с вами зона каблучка ну и давайте соединим плавными линиями если не получается можно соединить по линейке и тогда у вас будет более плавно икры вот здесь 7 и 1 и половинка вот здесь будет экран можно провести линию она будет отличаться от центра она будет немножечко выходить вот так чтобы была линия икры вот и здесь будет то же самое то есть симметрично одну сторону и вторую на коленке ножка сужается плюс икра кстати вот эта зона часто у многих дизайнеров становится такой но модный да и вы иногда делают остро но это уже можно будет нарисовать в зависимости от того как бы вы хотели вот то что я говорил чуть чуть удлиняем то есть это на каблук прорисовываем такую основу вот у нас с вами линия промежности и вот здесь уже плавненько все вот это соединяем здесь соединили и здесь вот так вот линия на чуть-чуть изогнутая получается потом вы сможете поправить и нарисовать ее более плавную то что вот здесь например смотрите вот эти зоны лучше сделать поуже до чтобы нога смотрелась более аккуратно соответственно эту зону я заужаю здесь расширение на голени и опять заужаю вот мы рисуем базу базу а потом от нее можно будет отмоделировать то что вам нужно на уровне четверочки вот здесь приблизительно сейчас скажу какое-то расстояние приблизительно 2 из 6 на 06 мы рисуем такой маленький шарик это будет локоточек на уровне талии и здесь тоже на 06 мы рисуем кружочки с вами небольшие они должны быть на 06 то есть даже меньше щиколотки вот сюда вот и на уровне пятерочки мы рисуем с вами на 04 небольшие кружочки это у нас с вами будет запястье плавно соединяем рука вот из этой точки чуть чуть ниже отступите на четверть и соединяете здесь тоже легкий выгиб и сюда легкий выгиб и к шарику вот и уже непосредственно сама рука она будет по длине равна голове соответственно вот здесь мы нарисуем такую базовую перчаточку варежку и еще надо называют вот так вот у нас с вами получился такая фигурка она совсем базовая конечно же ее можно еще моделировать может быть она для кого-то покажется широковато но имея вот этот базовый принцип вы можете уже ее удлинить сделать покороче там сделать потолще поменьше но именно вот такого плана фигура она больше соответствует человеческим размером и вот эту вот базу на которой можно теперь ее будет обвести маркером соответственно по контуру и подкладывать под свои эскизы у вас будет единый шаблон фигуры ну и конечно же дорабатывать здесь уже разнообразные ноги и так далее но смысл был не в этом смысл был показать нарисовать самую самую основу самую базу пробуйте используйте пишите свои комментарии я буду их учитывать если нам потребуется мы нарисуем с вами еще несколько фигур специально вам приводила с сантиметрами чтобы вам было проще ориентироваться на этом все даю старт новому челленджу по рисунку от руки надеюсь будет очень интересно пожалуйста напишите мне в комментариях а чтобы вы хотели порисовать что у вас не получается возможно складки оборки футболки платья юбки пишите ваши идеи для меня бесценно я буду их учитывать и вам показывать и рассказывать а на этом все начинайте рисовать у вас все обязательно получится до скорых встреч пока пока